День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. Авария на трансформаторе в третьем микрорайоне. Рейд сотрудников ГИБДД. Госпошнадзор о безопасности в гараже. Сегодня, 2 февраля, отмечается День воинской славы России. День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве. 200 дней и ночей с 17 июля 1942 года до 2 февраля 1943 года продолжалась Сталинградская битва при непрерывно возрастающем напряжении сил обеих сторон. За этот период советские войска измотали рвавшуюся к Волге немецко-фашистскую группировку и вынудили ее перейти к обороне. Красная армия, перейдя в контрнаступление, разгромила войска противника северо-западнее и южнее Сталинграда. Эта битва, решающая сражение всей Второй мировой войны, в котором советские войска одержали крупнейшую победу. Именно она ознаменовала начало коренного перелома в ходе Великой Отечественной войны и Второй мировой войны в целом. Под Сталинградом закончилось победное наступление немецко-фашистских войск и началось их изгнание с территории Советского Союза. Наш народ чтит и помнит подвиг солдат, которые своей самоотверженностью, не щадя жизни, добились этой великой победы. Пограничное управление Федеральной службы безопасности по Смоленской области проводит отбор в пограничные институты ФСБ России. С правилами приема можно ознакомиться на официальном сайте ведомства www.academia.fsb.ru. Обращения принимаются по адресу город Смоленск, улица Попова, дом 17А. Телефоны для связи и рекомендации вы видите на экране своих телевизоров. Росстат обнародовал данные за декабрь 2016 года об уровне безработицы в субъектах Российской Федерации. Среди регионов Центрального федерального округа Смоленская область находится на 12-м месте по числу безработных. В среднем безработными в Смоленской области являются более 5% трудоспособных граждан. К примеру, в благополучной Москве этот показатель составляет 1,7%, а в неблагополучной Ярославской области 6,8%. Также ниже Смоленщины опустились по уровню безработицы Тверская, Орловская, Костромская и Ивановская области. 1 февраля в нескольких домах третьего микрорайона пропала электроэнергия. Что произошло, мы расскажем в нашем сюжете. Ситуацию на подстанции в третьем микрорайоне прокомментировал заместитель главного инженера акционерного общества ЭЛС Андрей Смирнов. Вчера, значит, в 14.30 произошло отключение, скажем так, трансформатора подстанции, которая находится на территории УТЦ. В 14.40 была послана бригада для осмотра этой пушки, скажем так, подстанции, где было обнаружено, значит, вышедший из строя силовой кабель 10 кВт и сработавшие предохранители, ну, из-за силового кабеля. Питание в 14.50, 15.15 в этом промежутке времени перевели через секционный автомат на резервный ввод. Питание было восстановлено. Все. Хочу сказать, что жилые дома с этой подстанции третьего микрорайона не запитаны, ни один жилой дом. Единственное, только было, ну, скажем так, 30 минут, светофор был отключен. Ну, соответственно, через это время светофор включился, поэтому никого коллапса, скажем так, не было. С 1 февраля вступил в силу закон о новых кассовых аппаратах, посредством которых налоговики станут получать информацию о совершенных предпринимателями наличных расчетах в режиме реального времени. А еще с начала февраля в стране пройдет индексация выплат пенсионерам, студенческих стипендий, выплат чернобыльцам, инвалидам и ветеранам. Увеличение произойдет на фактический уровень инфляции прошлого года – 5,4%. С начала этого месяца начинается эксперимент по введению маркировки лекарств и их автоматизированному учету. Российское правительство таким образом хочет вывести на чистую воду огромный рынок контрафактных препаратов. В связи с этим крупные фармацевтические компании уже резко повысили цены на свою продукцию. Сотрудники ГИБДД Смоленской области устроили акцию под названием «Трезвый водитель», во время которой рассказывали водителям статистические данные дорожно-транспортных происшествий, совершенных в состоянии опьянения, а также вручали водителям витамин С – апельсины со стикерами, призывающими к трезвости за рулем. Заступая на очередное суточное дежурство, сотрудники ДПС стараются проинспектировать как можно больше улиц нашего города. Наряд из двух человек перемещается по Десногорску, обеспечивает безопасность на дорогах. Только за первые сутки февраля было составлено 12 протоколов. Все подробности далее. Чаще всего десногорцы игнорируют ремень безопасности и не пристёгиваются. Инспекторы ДПС за один день выявили семь таких забывчивых водителей. Также часто в городе можно видеть машины, которые едут без света. Объяснение одно – опять же – забыл. Статья 12.20 правил дорожного движения предусматривает административную ответственность за нарушение правил пользования внешними световыми приборами. Трое водителей оплатят штраф в размере 500 рублей. Один протокол был составлен на жителя нашего города за управление транспортным средством с нечитаемым, а попросту с грязным регистрационным знаком. Статья 12.2.1 предусматривает штраф 500 рублей. Правила дорожного движения нарушают и пешеходы, правда, не так часто, как водители. Один пешеход привлечён к административной ответственности за переход проезжей части в неустановленном месте. Кроме того, инспекторы ДПС уделяют особое внимание скоростному режиму и следят, чтобы водители уступали дорогу пешеходам на пешеходных переходах. Уважаемые участники дорожного движения, будьте взаимно вежливы и не нарушайте правила. Молодёжь приглашает принять участие во Всероссийском молодёжном интернет-конкурсе «Моя альтернатива». Он организован известным кардиохирургом-академиком Лео Бакерия и поддержан четырёхкратным олимпийским чемпионом Алексеем Немовым. Принять участие в конкурсе может любой желающий в возрасте от 16 до 44 лет. Победители будут награждены дипломами и денежными премиями. Узнать подробности и подать заявку на участие в конкурсе можно по электронным адресам, которые вы видите на экране своих телевизоров. В области участились случаи пожаров в гаражах. Вчера в Духовщинском районе гараж сгорел вместе с автомобилем из-за халатности автолюбителя. От 30 января в одном из садоводческих товарищей нашего города пожар произошёл из-за неправильно установленного электрооборудования в гаражной постройке. Чтобы избежать несчастного случая, необходимо соблюдать элементарные правила. По мере роста благосостояния населения каждый человек стремится приобрести себе автомобиль. А также гараж для его хранения. Для мужчин гаражи становятся своеобразным клубом, кружком по интересам, где они проводят много своего свободного времени, ремонтируют авто, обсуждают текущие дела. Забывают, что в гараже много источников опасности. Это угарные газы, легко воспламеняющиеся жидкости, отравляющие вещества и, конечно же, электричество. Чтобы избежать несчастных случаев и сохранить своё здоровье и имущество, собственникам гаражей необходимо соблюдать некоторые правила. Во-первых, постарайтесь не захламлять гараж старыми и ненужными вещами. Никогда не используйте огонь для прогрева машины, нагревания замков, а используйте специальные спреи. Не храните в гараже бензин, вы не приспособлены для этого тари. Все канистры закрывайте герметично и плотно. Никогда не курите в гараже. Не применяйте самодельные электроприборы и открытый огонь для обогрева гаража. Купите в свой гараж несколько огнетушителей и постоянно поддерживайте их в рабочем состоянии. Это поможет вам справиться с пожаром в случае его возникновения. Также следите за состоянием электрической проводки. Вовремя выполняйте её ремонт и замеду. Не забывайте, что при уходе из гаража необходимо выключать все электроприборы и свет. Уважаемые десногорцы, не забывайте о своей безопасности и будьте аккуратны к своему личному имуществу и имуществу соседей. Закон, уже ставший известный как закон о шлепках, Госдума приняла в третьем и окончательном чтении. Принятый закон отменяет уголовную ответственность за побои в семье. За нанесение побоев отныне будет наступать ответственность административная. И, соответственно, не сдержанных членов семьи будет ждать наказание в виде штрафа до 30 тысяч рублей, либо арест до 15 суток, или исправительные работы на срок до 120 часов. И еще 10 тонн охлажденной говядины вернули белорусскому отправителю в пункте Красная Горка. Об этом сообщили в Управлении Россельхознадзора по Смоленской области. При проведении контроля специалисты установили, что на части продукции ветеринарные клейма не читаемы. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания.